В условиях повышенных мер санитарной безопасности в столице ежедневно проводят дезинфекцию такси. Для этого используют безопасный раствор хлора и спиртовые антисептики. Кроме того, водители должны носить маску и перчатки. Изменились ли цены на поездки во время карантина, выясняла наш корреспондент Юлана Чаус. Столичные такси еще никогда не были такими чистыми. В условиях повышенных мер санитарной безопасности после обычной мойки машины теперь принимают душ с раствором хлора. Такой 8-литровой емкости хватает на обработку примерно 20 машин. Особое внимание уделяется местам прикосновения – ручкам, дверям, багажникам. Перед выездом начинаем дезинфицировать машину полностью. После того, как клиент выходит, мы уже не так уж полно делаем дезинфекцию, а такими же антисептиками сами протираем ручки. После введения ограничительных мер пассажиропоток снизился не только в автобусах. В службах такси количество вызовов уменьшилось почти в два раза. Чтобы поддержать водителей, план выручки сделали в половину меньше. Ценовая политика остается такая же, безизменно. То есть получается, мы тарифы никакие ничего не меняем. На данный момент таковых запретов пока не поступало именно в такси. Поэтому мы также работаем в таком же режиме. 24 часа заказы поступают, наши водители отрабатывают. На линию сегодня выходит лишь треть всего таксопарка. Выпускать больше пока нерентабельно, говорят в ассоциации перевозчиков. Там заверяют, если спрос вырастет, увеличить количество машин смогут в любой момент. Конечно, салон автомобиля не может обеспечить необходимой социальной дистанции. Но специалисты рекомендуют садиться от водителя как можно дальше. Потому самое безопасное место сейчас – это правое на заднем ряду. Ну и, конечно, после поездки рекомендуется помыть руки. Поехали. А тем, кто хочет соблюсти положенную дистанцию, а это полтора метра, погода уже позволяет ездить на велосипедах и других индивидуальных средствах передвижения. Юлана Чаус, Ерзат Зайдхан, Хабар 24, Нур Султан.